В Карачаево-Черкесии третий год существует комплексная программа, которая должна помочь снизить количество аварий с участием детей. Как показывает практика, профилактические мероприятия с использованием лаборатории безопасности интересны воспитанникам школ и детских садов. Занятия помогают ребятам лучше усвоить важные уроки. О том, как они проходят, в сюжете корреспондента Артур Амхце. Около проезжей части идет практическое занятие по безопасности дорожного движения. Учащиеся иконхалтской средней школы отвечают на вопросы автоинспекторов межрайонного отдела Адыгихабльский о том, как вести себя вблизи опасного участка. Скорость проезжающих мимо автомобилей сейчас невысока. Возможно, из-за присутствия здесь же стражей порядка. Однако школьники должны в первую очередь полагаться на собственные знания, которые получили от полицейских и представителей лаборатории безопасности на теоретических занятиях. Каждое занятие от друг друга отличается. С малышами мы играем. Мы сегодня были в трех школах, поэтому мы играли и взяли с собой вот такие игрушки. Со взрослыми у нас идут конкурсы. Мы учим вас переходить дорогу. Правильно кататься на велосипеде, на самокате. На какой цвет переходить дорогу? Сколько существует светофоров? Федеральная комплексная программа, направленная на снижение аварии с участием детей, была запущена в России в 2017 году. В Карачаево-Черкесии лаборатория безопасности появилась спустя три года. Её сотрудники периодически выезжают по образовательным учреждениям республики, а также принимают их воспитанников у себя на базе Аграрно-технологического колледжа. Как правильно вести себя в той или иной ситуации? Каковы требования к перевозке детей? Ответы на эти и другие вопросы юным пешеходам демонстрируют на практике. Всё-таки некоторым ребятам куда лучше даются знания, которые они почерпнули не только из учебника. Например, примерив на себя костюм одного из персонажей увлекательных представлений. Закрепить полученную информацию можно профилактической акцией. Возможно, такие оповещения на тротуаре помогут избежать несчастного случая. С началом учебного года мы проводим ряд профилактических мероприятий и занятий в виде игр и викторин с учениками нашего района, от Гехабльского и Ногайского. Проводим теоретические занятия. Это мы заходим в школу, рассказываем правила дорожного движения. Особенно мы работаем много с первоклассниками, которые только что пришли в школу и не знают ещё, как правильно себя вести, безопасно вернее себя вести на дороге. В том, что такой формат занятий этим ребятам подходит, можно убедиться, выслушав их ответы даже на запутанные вопросы. Есть уверенность, что мальчишки и девчонки уже и сами смогли бы провести уроки безопасности для младших школьников. Как проходят занятия? Вот приходит к вам автоинспектор. Дальше, вот что вам говорят? Переходите дорогу, как попало. Нам не говорят такое, потому что мы должны соблюдать правила безопасности. Если мы будем переходить так, то нас, скорее всего, собьёт машина. Для этого есть зебра. Зебра – это дорожный пешеход, где мы должны переходить, и светофор. Наверное, скучно, да? Нет, они проводят очень весело, и нам очень интересно. А в чём интерес? Вот что ты узнаёшь на таких занятиях? Ну, правила дорожного движения. Мы узнаем много того, что нужно для нашей же безопасности. Мы с первоклассниками, мы работаем ещё с детского сада. Мы рассказываем правила дорожного движения не только школьникам, но и дошколятам. Поэтому они нас тоже очень хорошо знают и достаточно хорошо, по крайней мере, теорию, знают правила дорожного движения и могут сами рассказать об этом уже в первом классе. Ну и, глядя на то, как мы проводили сегодня практические занятия, тоже очень хорошо могут рассказать и показать на практике, как они это делают, как переходят дорогу. Артур Макцелий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Ногайский район.